Производители суперэкономичного жилья делают ставку на новые технологии. Так, одна из китайских компаний начала печатать дома на огромных 3D-принтерах, которые вместо чернил заправляют недорогие стройматериалы. Устройство производит готовый дом в течение нескольких часов. Приобрести такую конструкцию можно меньше, чем за 5000 долларов. Здравствуйте! С вами «Технологии комфорта» – программа об идеях и их стоимости. В ближайшие 15 минут мы покажем вам интересные решения для обустройства дома и, главное, расскажем, сколько это стоит. Смотрите сегодня в программе. До чего дошел прогресс? Многофункциональные особенности системы «Умный дом». Ручная работа. Каким должно быть ограждение у стильной лестницы? Сделана на Урале. Керамическая плитка местного производства по итальянским технологиям. И хороший пол – теплый пол. Почему альтернативная система отопления становится все более популярной? Сегодня мы нарушим традицию и начнем программу не сюжета про дизайн, а поговорим о технических новинках, которые делают нашу жизнь комфортнее. «Умный дом». Пожалуй, многие слышали про системы с таким названием. Но что они представляют из себя в реальности, мало кто знает. Как работают инновационные технологии в реальных квартирах Екатеринбурга и сколько стоит наделить свой дом искусственным интеллектом, узнаете прямо сейчас. Обустраивая свой дом, мы наполняем его множеством различных устройств, способных создавать вокруг нас комфорт, уют и безопасность. В последнее время развитие инновационных технологий превосходно сказались на функциональности нашего жилого пространства. Именно таким образом и появилась интеллектуальная система домашней автоматизации, а проще говоря, «Умный дом». Смарт-хом – это не просто два проводка, подключенных к датчикам. Это целая концепция, позволяющая объединить множество разнообразных устройств в единый слаженно работающий механизм. «Умный дом» ставится на этапе черного отделки, потому что он требует прокладки кабелей. Поэтому самая лучшая ситуация, если заказчик обращается в компанию «Интегратор» на начальном этапе. В идеале, когда у него готов дизайн-проект, но еще не готовы проекты инженерных систем, с которыми «Умный дом» будет стыковаться. Это проекты отопления, кондиционирования, вентиляции, водоснабжения и так далее. Таким образом, система позволяет управлять всем освещением как внутри, так и снаружи дома, контролировать температуру воздуха, а также регулировать кондиционеры, вентиляцию и теплые полы. Эти настройки могут создавать индивидуальный микроклимат в каждой комнате дома. В этом помещении 6 групп света. Если бы они все управлялись с выключателями, у нас на стене был бы космический корабль длиной полметра. А в данном случае у нас сенсорная панель, с которой мы управляем и светом, и климатом, и шторами. Способов управления системой несколько. Быстрый, с помощью пульта или специального выключателя. Для более детальной настройки есть сенсорные панели на стене. Ну а для контроля на расстоянии, домом можно управлять с помощью планшета или смартфона. А также систему можно запрограммировать на специальные команды, которые будут срабатывать в определенных ситуациях. Многим людям достаточно сложно встать с утра. Но если в 8 утра автоматически открывается штора, сложно спать, когда солнце светит тебе прямо в глаз. Дополнительный комфорт достигается и за счет того, что человеку нет необходимости выполнять действия, на которые способна автоматика. Так, например, перед возвращением домой система заранее включит кондиционирование, подсветку, а при необходимости и музыку в гостиной. Эта же технология способна контролировать и расход ресурсов. Например, когда вы уйдете из дома, система сама везде выключит свет и закроет все шторы, жалюзи и ворота. Помимо этого, умный дом может заботиться и о безопасности, начиная от контроля протечек, заканчивая интеграцией с охранно-пожарными комплексами. Когда у вас нет дома, вы можете наблюдать за тем, что там у вас происходит. За званными и незванными гостями, в том числе за собственными детьми. Можно даже им что-нибудь сказать по громкой связи. Ну и, пожалуй, самое приятное. Владелец умного дома может создавать индивидуальные сценарии. То есть запрограммировать освещение, мультимедиа и другие приборы на определенные действия. Если к вам внезапно пришли приятные гости, нажатие одной кнопки создаст романтическую обстановку. А вам потребуется только позаботиться о горячительных напитках. Наподобие электронных систем в современном автомобиле, умный дом берет на себя множество задач, которые на первый взгляд можно решить и вручную. Но именно эта продуманная в мелочах система дает новый уровень комфорта. Цена на системы умный дом соизмерима со стоимостью автомобиля. Есть минимальные комплектации от 500 тысяч рублей, а есть максимальные от полутора миллионов. Все зависит от площади помещения, желаемого функционала и вашей фантазии. При этом в эти суммы, как правило, включены не только коммуникации, но и установка под ключ, а также обслуживание. Реконструкция комплекса зданий бывшей механической фабрики на Платинке завершится осенью этого года. В доме чертежника появится Уральский центр развития дизайна под эгидой Уральской государственной архитектурно-художественной академии. Обойдется новый дом для дизайнеров в 61 миллион рублей. Телетаск Екатеринбург – это действующий шоурум с установленной системой домашней автоматизации. Приходите и прочувствуйте лично на себе, как работает умный дом. Интерьерный центр «Архитектор», 3-й этаж, телефон 286-17-42. Красивая лестница в доме – главное украшение интерьера. Если у вас пока ее нет или же хочется обновить старую конструкцию, то при выборе обратите внимание не только на ее функциональные особенности, но и на ограждение. Эта деталь создает целостный образ всего лестничного марша и является важной составляющей дизайна пространства в целом. Какие бывают ограждения для лестницы, как их правильно подобрать, расскажем прямо сейчас. Тому, кто воплощает в реальность мечту об идеальном доме, хочется добиться не только неповторимого внешнего облика, но и безукоризненного исполнения интерьера. Однако подлинного совершенства может достичь лишь тот, кто не пренебрегает мелочами. Одна из таких немаловажных деталей внутреннего убранства дома – это лестница, соединяющая верхние и нижние этажи. Сегодня элитные виллы и коттеджи премиум-класса все чаще украшаются эксклюзивными конструкциями, выполненными в технике художественной ковки и литья. Как правило, такие ограждения выполняются на заказ у европейских производителей. По каталогам и образцам выбирают модель ограждения из кованого железа, чугуна, нержавеющей стали или латуни. Затем вместе со специалистами составляется узор желаемой формы, размера и цвета. Это своего рода конструктор лего из железа. После согласования проекта все составляющие заказывают в Европе, к нам не приходят неокрашенные, потому что цветы и декорирование подбираются уже непосредственно на месте. Процесс художественной ковки и литья осуществляется в соответствии с классическими традициями старины, но на современном высокоточном оборудовании. Именно оно позволяет добиться филигранного исполнения каждой детали. Ограждение, выполненное в технике литья, привлекает внимание своей художественной оригинальностью, изяществом форм, фантазией орнаментального декора, элегантностью исполнения и качеством материалов. Кроме традиционных, в элитных ограждениях могут использоваться и нестандартные элементы. Например, из никелированной латуни с позолотой, вставки из стекла и хрусталя, а также кристаллы Сваровской, полудрагоценные камни и даже бриллианты. В общем, все, что угодно в зависимости от бюджета. Литые ограждения созданы для перфекционистов, которые ценят эстетику истинного искусства. Возможно, самая дорогая и красивая лестница в мире находится на лайнере, название которого переводится как «Великолепным». Она сделана из стекла и украшена кристаллами Сваровским. Говорят, что каждая ступенька этой лестницы стоит около 7 тысяч евро. Городской центр лестниц «Леди Ле» уже более 20 лет является производителем и поставщиком интерьерных лестниц. Также центр эксклюзивно представляет в Екатеринбурге легендарную французскую фабрику «Гранд Форж», ограждения которой сочетаются с самыми разными архитектурными стилями и прекрасно дополняют любой интерьер. «Леди Ле», «Артейшопинг-клуб», пятый этаж. Керамическая плитка, как элемент оформления интерьера, является бесспорным трендом, не выходящим из моды на протяжении очень продолжительного времени. Однако дизайн керамики подвержен изменениям. На сегодняшний день актуальны следующие направления. Имитация природных материалов, графичные рисунки, рельефные поверхности, а также пэтчворк, цветочные и этнические мотивы. Уральские производители охотно следят за модными веяниями и создают коллекции, в полной мере отражающие эти тенденции. Подробности в следующем материале. Господство минимализма в мире керамики уходит в прошлое. Его простые формы, строгие линии вытесняются необычными фактурами и разнородными стилями. А нейтральную цветовую гамму все чаще оживляют яркие краски. Так, например, панорама ночного мегаполиса прекрасно впишется в небольшие помещения, визуально расширив пространство. Огни ночного города отражаются в волнах, которые плавно перетекают с фотопечати в рельеф плиток компаньонов. А вот уже морской прибой на каком-то экзотическом острове. Песок, согретый ласковым солнцем, голубая вода и рассыпь ракушек – классическое решение для ванных комнат. Да и в целом тема флоры и фауны по-прежнему актуальна в керамических декорах. Один из главных трендов – имитация дерева – модифицировался. Теперь древесина присутствует на плитке в виде фотопечати. Также актуальны и флористические принты. Через перламутровое мерцание и переливы выразительного рельефа проявляются цветочные мотивы. Дизайнеры предлагают как нежные пастельные тона, так и сочные краски в сочетании с каскадами белоснежных соцветий. Полем для эксперимента может стать ванная комната или гостиная, где под эффектную композицию будет отдана только одна акцентная стена. Впрочем, помимо природных направлений, актуальны тенденции, так сказать, с налетом винтажности. Стиль Прованс неизменно остается популярным в интерьере, ведь он лучше других помогает создать атмосферу домашнего уюта и тепла. А эта коллекция будто наполнена нежностью и женственностью. Фактура плитки имитирует ткань, а рисунок декоративных элементов похож на ручную вышивку. Этот вариант подойдет для интерьера, выполненного в стиле шеббишик. Тема лоскутного дизайна сейчас одна из самых актуальных в керамике. Плитка похожа на текстильное полотно, вынутое из бабушкиного сундука. А небольшие вставки напоминают изразцы, расписанные глазурью. Нежный синий рисунок внесет в помещение дух этничности и самобытности. Обращение к истокам классических декоративных концепций сегодня воспринимается как признак хорошего вкуса и интеллектуального подхода к дизайну. При внешней антикварности элементы коллекции представляют собой высокотехнологичный продукт с хорошими эксплуатационными показателями. Итак, для небольшой стандартной ванной комнаты понадобится около 9 квадратных метров облицовочной плитки стоимостью чуть больше 5000 рублей. Плитка для пола обойдется примерно в 1500, бордюры почти в 4000. Самый дорогой элемент декоративной вставки примерно 14000 рублей. Но без них не получится создать нужного эффекта. Общая стоимость плитки для всей ванной комнаты составит примерно 25000 рублей. А знаете ли вы, что в Рио-де-Жанейро, в одном из центральных районов, есть необычная мозаичная лестница? Она облицована более чем двумя тысячами плиток, присланными и привезенными местному художнику Хорхе Селарону из 60 стран мира. Эта лестница стала одной из главных достопримечательностей Санта-Терезы. Сеть фирменных магазинов «Уралкерамика» представляет более 60 коллекций керамической плитки на любой, даже самый взыскательный вкус. Вы обязательно найдете то, что ищете, а специалисты создадут дизайн-проект, который наглядно продемонстрирует вам будущий интерьер. В магазинах действует накопительная система скидок. «Уралкерамика» — окружная 1, телефон 295-8100, и «Селькуровская» 76, телефон 256-82-17. Итак, со стенами разобрались, а сейчас перейдем к полу. В Екатеринбурге на строительном рынке представлен огромный выбор напольных покрытий. Паркетная доска, кафель, ламинат. Можно даже сделать наливной пол с 3D-эффектом. Однако прежде чем покупать эти материалы, стоит предусмотреть и кое-какие технические нюансы. О системах теплых полов расскажем в следующем сюжете, а после подсчитаем, сколько стоит это удовольствие. Этот объект готов к отделочным работам, и первое, о чем задумались хозяева — отопление. Сегодня на российском рынке есть инновационная технология системы водяных и электрических полов. Она не требует использования циркуляционных насосов, электрических или газовых котлов. Система полностью автономна и проста. Она представляет собой трубку из шитва полиэтилена, в которой находится незамерзающая жидкость и нагревающий элемент. Обогрев от греющего элемента передается жидкости, обладающей хорошей теплопроводностью и теплопередачей. И далее нагреваемая трубка с увеличенной поверхностью обогрева передает тепло стяжки, которая быстро прогревает вашу комнату и является хорошим аккумулятором тепла, что позволяет сэкономить. По сравнению с другими системами отопления помещений — циркуляционных насосов, газового котла, радиаторов или теплых полов — технология водяного обогрева выигрывает по экономичности. На квадратный метр тратится всего лишь 25 Вт. Вдобавок данная система не требует какой-либо правильной документации, согласования с какими-то либо органами. На монтаж теплого пола уйдет всего два часа. Сначала специалисты укладывают теплоизоляционную фольгированную подложку, затем армирующую сетку, которой и крепится система водяного электрического отопления. После этого производится подключение к терморегулятору. Когда все уложено, заливают стяжку толщиной 4-5 см. После того, как она высохнет, пол готов к эксплуатации. Отмечу, что если теплый пол этой конфигурации будет установлен в загородном доме, где зимой никто не живет, то незамерзающая жидкость в трубах выдержит температуру до минус 25 градусов. Это значит, что можно спокойно оставлять жилье в морозы без отопления. Системой ничего не случится. Гарантия на данную систему составляет 10 лет, срок эксплуатации 40 лет. Но технические испытания показывают, что данные системы могут эксплуатироваться более 100 лет. Решились установить теплый пол. Для стандартной комнаты площадью около 16 квадратных метров система обойдется примерно в 17 тысяч рублей. В дополнение к этому необходимо будет купить специальную сетку, а также подложку и терморегулятор. Кстати, не стоит экономить на монтаже, лучше пригласить специалистов. Они берут за свою работу около 350 рублей за один квадратный метр. Мы показали, как сделать дом комфортнее, но вам решать, платить ли за это. Ведь у каждой идеи есть своя цена. С вами была программа «Технологии комфорта». Я Георгий Набиев. До встречи в эфире. Профессиональные системы теплого пола «Део-НРТ Курал». Уникальные суперэкономичные полы производства Кореи. Расход электроэнергии всего лишь 25 ватт на квадратный метр. Это соизмеримо с газовым отоплением. Звоните по телефону в Екатеринбурге. 202-48-08 и 378-58-16. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова